За прошедшие сутки противник на линии фронта произошло более 38 боевых столкновений между силами обороны Украины и рашистскими оккупационными войсками. Всего враг нанес 10 ракетных и 89 авиационных ударов. Также совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. По позициям огонь ввелся я не только по позициям наших войск, но и по гражданским объектам, как в глубине страны, так и в непосредственной близости от линии боевого столкновения. Авиационные удары наносились в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Под артиллерийским огнем врага оказалось более 150 населенных пунктов. Артиллерия рашистов в эти сутки была очень активной. И огневые удары наносились по населенным пунктам Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север, это Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления, тут на Волынско-Полесском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений. Все контролируемо, все стабильно. А вот на Северском и Слобожанском направлениях, тут противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных районах, пытается проводить активную диверсионную деятельность. Мы пытаемся проводить активную контрдиверсионную деятельность. И противник проводит укрепление своей территории, то есть постройку линии обороны в Белгородской области. Ну, как они ее строят, мы уже с вами убедились. Разведка боем корпуса вот этого легиона Свобода России показала, что строят не совсем качественно и, можно сказать так, на авось, на русский авось. Далее идет у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. Тут у нас уже линия боевого соприкосновения, то есть линия фронта. И здесь у нас Купинское, Лиманское и Бахмутские направления. Так вот, на Купинском направлении штурмовых действий противник не вел. В основном это перестрелки, позиционные бои и обмен огневыми ударами артиллерии. Вот здесь, как бы, основная на Купинском направлении, основной упор наши войска делают на артиллерийское поражение рашистских войск. На Лиманском направлении тут противник продолжает атаковать наши позиции и в районе населенного пункта Макеевка Луганской области здесь враг пытался атаковать на нашу оборону. Успеха не имел, понес потери, откатился на исходное положение. Но надо отметить, что на Купинском, Лиманском, как я уже говорил, там практически закончена перегруппировка с этой 25-й общевой войсковой армией. У них есть оперативная группа 1-й гвардейской танковой армии. Это подмосковная придворная танковая армия, кстати, единственная в составе вооруженных сил РФ. Но у них готово, когда начнется попытка наступательных действий на этом направлении, сказать пока очень тяжело. Но в принципе мы готовимся, мы укрепляем границу в инженерном отношении, мы тоже заливаем бетоном наши рубежи обороны. То есть никто отступать никуда не собирается. Мы будем держать оборону. Но и еще раз повторюсь, готовимся, если противник предпримет. А я так понимаю, что у него в принципе готовность на сегодняшний день есть у врага. Насколько они будут активны, ну посмотрим. Я думаю, что эта неделя должна показать, насколько враг будет активный на Купинском, Лиманском направлении. На Вахмутском направлении тут противник продолжал безуспешно, подчеркиваю это слово, безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки. То есть вчера более активные контратаки врага были в районе Клещиевки. Сегодня, ну видимо в Клещиевке они очень хорошо получили от наших войск, понесли довольно ощутимые потери и сели на свои исходные рубежи и успокоились. Теперь они начинают отражать наши огневые удары. А вот в районе Андреевки теперь они решили попробовать попытать счастье в плане улучшить, восстановить точнее утраченное положение. Кстати, на сегодняшний день на Бахмутском направлении сейчас разворачиваются события вокруг железной дороги. За нее ведутся самые тяжелые бои. Это на рубеже Андреевка, Клещиевка, Курдюмовка. Вот на этом рубеже, вот эта ветка железной дороги, как я и вам говорил, что рашистские войска, рашистское командование пытается, пыталась, точнее это уже упущенный момент, пыталась использовать железнодорожную насыпь в качестве рубежа обороны. Все-таки она возвышается, она как инженерное сооружение может быть использована в качестве фортификационного сооружения. Но наши войска не дали рашистам такой возможности. И фактически нагнем наших средств мы вынудили противников отойти от железной дороги. Сегодня железная дорога это уже, можно сказать, серая зона. Ее не контролируют пока что наши войска, железнодорожное полотно, но и не контролируют уже рашистские войска. То есть они отходят. Поэтому контратаки и продолжаются. Они пытаются хотя бы уже, не идет речь там о отбитии Клещиевки или отбитии Андреевки. Идут уличные бои в Курдюмовке, я вам уже говорил. Речь идет о том, чтобы попытаться вернуться для рашистских войск, попытаться вернуться на железнодорожное полотно. Но этого уже сделать практически невозможно. Потому что Сила обороны Украины использует все средства, которые есть, и беспилотники, и танки, и артиллерию. Но для того, чтобы как можно дальше отодвинуть рашистские войска от железной дороги. И фактически использовать ее сейчас как исходный рубеж для дальнейшего продвижения наших войск в направлении трассы Бахмут-Горловка. Кстати, мы эту трассу простреливаем. Наша артиллерия ее простреливает. И в принципе на сегодняшний день мы ее контролируем. И поэтому Бахмутский гарнизон рашистов. По разным оценкам, сейчас зазвучала цифра, что в самом Бахмуте рашисты сосредоточили порядка 10 тысяч военнослужащих. Только в городе Бахмут. Я не знаю, где они там их держат. Почему? Потому что Бахмут постоянно обрабатывает, особенно с южной стороны, постоянно обрабатывает наши артиллерии. На окраинах Бахмута, особенно на западных, на северо-западных, на юго-западных, работают наши силы специальных операций. Постоянно там охотятся на рашистов. Мы видим кадры их работы в остатках разрушенных домов. Но и там, кстати, да, там присутствует танковое подразделение, там присутствует мотострелковое подразделение. Но основу гарнизона Бахмута составляют полки территориальных войск. Так у них называется. У рашистов. Это мобилизованные. Которые особо не рвутся в бой. И которые, как правило, несут всегда наибольшие потери в ходе боевых действий. Ну, видимо, они, почти рашистская команда, они считают, что их можно пустить и на убой. Если что, там и бросить. Я имею ввиду, если что, если мы начнем операцию по окружению Бахмута. Хотя у нас на сегодняшний день, в принципе, положение у нас превалирующее. И мы наносим огневое поражение всему городу Бахмуту. По территории всего города. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия. Здесь у нас самая большая промежуток, протяженность фронта. Это Авдеевская, Марьинская, Бердянская и Мелитопольские направления. Так вот, на Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки. Тоже атаковал наши позиции, но успеха не имел. Тут мы стоим в глухой обороне. Сколько бы враг ни пытался атаковать, да, атаки начинают набирать силы. Они второй эшелон вытягивают. Они вытягивают второй эшелон, подвозят личный состав. Подвозят ту технику, которая есть в этих частях и подразделений. Миксуют части. Тоже надо отметить, что сказывается, очень сказывается на боеспособности. И особенно это сказывается на организации взаимодействия между различными подразделениями разных воинских частей. Вот это, в этом плане, система управления войсками в расистской армии, она находится, ну я бы сказал, в таком, очень шатковалком состоянии. Вот. Мало того, что они там переводили, пытались, точнее месяц назад, пытались перевести свою артиллерию на более лимитированный расход боеприпасов в плане повышения точности огня артиллерии. То есть, развернуть вот эти комплексные системы управления огнем, для того, чтобы ввести, начало, возобновить, точнее, контрбатарейную борьбу, но этого ничего не получилось. Советский зоопарк, это радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, она не способна обеспечивать, ну очень тяжело, очень сложно. В условиях полигона, да, она может обслуживать стрельбу там нескольких артиллерийских подразделений. Но ни бригады, ни разных дивизионов из разных бригад, нет, этого не получается. Поэтому они остались на старой, фиксным с точностью, у нас много снарядов. А снарядов уже, как оказывается, не так уж и много. Кстати, по потерям в артиллерии, я сегодня в конце этого первого подраздела военной обстановки, я вам доведу итоги сентября месяца. Сейчас уже начинают подводиться, по поводу уничтожения артиллерии. В этом месяце мы подошли к тысячам, тысячам артиллерийских систем было уничтожено за сентябрь месяц. Если мы разделим на 72, а это примерно, это штатная численность артбригады, то есть 4 дивизиона по 18 орудий, 72. Так вот тысячу разделите на 72, вы получите порядка 50 артиллерийских бригад. 50 артиллерийских бригад уничтожили силы обороны Украины только за сентябрь месяц. Основная масса уничтоженной артиллерии пришлась, естественно, на Запорожское или Мелитопольское направление. Так вот, в Авдеевке они усиливают вот эти атаки, они становятся более ожесточенными, но они меньше, эти атаки меньше поддерживаются артиллерией. Что дает возможность нашим войскам, используя нашу артиллерию, еще на подступах к нашим позициям наносить основное огневое поражение рашистским атакующим подразделениям. Кстати, кассетные боеприпасы в этом играют огромную роль. Есть, появились свежие видео, где атака рашистских войск захлебывается только лишь в результате того, что по атакующему личному составу рашистских подразделений начинает наработать наши артиллерии кассетными боеприпасами. Они просто выкашивают вражескую пехоту. Далее у нас идет Марьенко. Марьенко остается, опять же, тут они бьются, там уже Марьенко, в принципе, и одно название только от Марьинки осталось. Это каменное поле. Помните, когда мы сравнивали, говорили про Солидар, то же самое, про Бахмут, то же самое. Это каменное поле. Но, тем не менее, они пытаются его захватить. Не знаю, почему они так вот уперлись в Марьинку. Они ее не могли захватить. Марьинка была под нашим контролем все 8 лет с подписания Минска-2 до начала массированного вторжения. Ну, продвинулись они там, по-моему, на несколько километров. И раньше шли бои на восточной окраине Марьинки, теперь бои идут за полтора года. Активнейших боевых действий. А бои идут в центре Марьинки. Ну, если мы там в географическом центре Марьинки, будем так говорить. Дальше враг продвинуться не может, но, тем не менее, за прошедшие сутки 11 неудачных атак в районе Марьинки и Новомихайловки совершили расширские войска. Понесли огромные потери и откатились на исходное положение. Ждут очередной порции пушечного мяса. И опять в эти сутки история, наверное, повторится. Примерно одинаково. Примерно 10-15 атак у них ежесуточно в районе Марьинки происходят. Ни одна из них не уничалась успехом. Далее. Бердянское направление. Тут тоже они немножко активизировались и, к сожалению, пытаются контратаковать. Мы остановились. Вот после Старомайорского, Урожайного мы остановились. И здесь наше наступление пока что прекратилось. Я так понимаю, это решение Генерального штаба. Ну, видимо, есть какие-то объективные обстоятельства для того, чтобы так поступить. Враг пытается атаковать в районе Старомайорского, пытаясь вернуть утраченные позиции. Ничего не получается, потому что господствующие высоты за нами. Мы хорошо держим оборону и очень хорошо наносим поражение и как личному составу, так и технике врага. Ну, а они, не считаясь потерями, продолжают атаковать наши позиции. Сейчас активизировались рашистские войска в районе Углидара. Углидар начали просто стирать с лица земли. Это вот еще одно проявление русского мира. Как сказал один рашистский генерал на представителю МАГАТЭ, когда они там захватили Запорожскую атомную станцию и им предложили оттуда убраться, когда туда приехала МАГАТЭ, он сказал, тут будет либо Россия, либо пустыня. Вот это лицо русского мира. Это истинное лицо русского мира. Пустыня. Убиты люди и замученные убиты люди, ограбленные, изнасилованные и разрушено все до основания. Они видно до сих пор, как бы гимн, точнее этот самый, ну да, он был гимном третьего интернационала, мы старый мир разрушим до основания, а затем. И как шутили в свое время юмористы, а вот затем не наступило, потому что никто не знает, что такое а затем. Но мир они рушат. Рушат и сейчас начали засыпать угледар, они не могут взять угледар. Они понесли под угледаром огромнейшие потери, особенно в бронетехнике, там танковое кладбище на поле боя, рашистское. И они решили угледар просто стереть с лица земли. Сейчас угледар засыпают фугасными авиационными бомбами и пытаясь снести, просто сравнять город с землей. Город, конечно же, держится, наши защитники его обороняют, но вот такие интенсивные бомбардировки приводят к тому, что город просто исчезает с карты, исчезает с лица земли. Далее у нас остается Мелитопольское направление, вот здесь в зоне ответственности группы войск Таврия, Мелитопольское направление, где мы ведем наступательную операцию. И у нас есть успехи, мы продолжаем продвигаться, при этом противник пытается атаковать наши фланги, вербовом бои идут уличные уже. В Новопрокоповке мы практически подошли к населенному пункту, да, очень тяжело. Там с каждого фланга по две воздушно-десантных дивизии, их туда перебросили еще месяц назад, я не знаю, почему сейчас говорят, что усилили четырьмя дивизиями ВДВ. Эти дивизии во второй половине сентября прибыли на это направление и вступили в бой. Сейчас они уже полноценно воюют, они уже потрепаны довольно сильно. И да, их задача была изначально замкнуть кольцо за нашими войсками, вот это, срезать вклинение фланговыми ударами от Новопокровки. И вот, по-моему, если не ошибаюсь, то с левого фланга северо-западнее Работино, вот оттуда двумя фланговыми ударами Нестерянка Капани. Вот здесь, от Капани и навстречу от Новопокровки, срезать попытаться наше вклинение. Но этого ничего не получилось, наши войска продвигаются. Так вот, они сейчас, там две дивизии, там очень странные эти дивизии, я вам уже неоднократно рассказывал, просто напомню, 7-я, 76-я, они штатные воздушно-десантные дивизии, состоят из парашютно-десантных полков, а вот там, по-моему, 104-я и 42-я, они называют, нет, 42-я мотострелковая, еще одна есть там, они называются воздушно-десантными, но состоят из мотострелковых полков, то есть там нет десантников. Просто их формировали на базе, их формировал командующий ВДВ, РФ и генерал, и он их назвал воздушно-десантными. Ну, тем не менее, эти дивизии укомплектованы, они воюют, и они, вот они пытаются, пытаются с одной стороны, там две дивизии пытаются помогать войск рашистов сдержать на рубеже Новопрокоповка, Вербовое, сдержать наши войска, а еще две дивизии от Капани и Новопокровки пытаются, пытаются фланговыми ударами срезать наше вклинение в глубину вражеской обороны, в направлении Очеретоватое и Токмака, соответственно. Никаких успехов, на флангах ничего у врага не получилось, наоборот, мы имеем успех, и на рубеже Новопокровка, Вербовое, мы продвигаемся вперед, мы расширяем, расширяем, отработено там немножко сложнее, там пока что фронт застопорился, а вот Новопокровка, Вербовое, мы расширяем вклинение наше в оборону, на сегодняшний день пытаемся сделать его, оно уже больше 10 километров, так что чем дальше, тем простреливаться оно будет хуже рашистской артиллерии, вот, ну и при этом продолжаем потихонечку двигаться, да, очень медленно, потому что очень сильное инженерное сооружение, тяжело, но мы продолжаем двигаться в направлении пшеничной очаритоваты, вот, и для того, чтобы и в подтверждении того, что у нас есть успех, говорит о том, что враг начинает снимать полки 76-й дивизии, один полк 76-й дивизии, его сняли с фланга, и перебрасывает на вот этот, на передний край вклинение, то есть на острие атаки, потому что те части, которые там сдерживают, пытаются сдержать наши войска, они отступают, они под натиском наших войск продолжают отступать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова